Друзья, всем привет из Алании. В разгар как раз сезона дождей января. Вот вы видите, тут котлован. Тут бассейн, бассейн образовался. Прямо смотрите, что творится. Это вот столько были дожди. Недели две почти, да? То были, то не были. Вот целое море образовалось. Реально чуть ли не полный. Это там и глубина, наверное, хорошая, я так думаю. Ну и так же у людей во дворах бассейны понаполнялись. А тема сегодняшнего видео, я извиняюсь, будет ветер. Если может быть чуть-чуть, я буду пропадать иногда. Постараюсь отворачиваться от ветра. Тема сегодняшнего видео, старые дома, друзья, которым больше 20 лет. Вот они как раз покупали сейчас. И особенности аренды квартир в старых домах. Аренда либо покупки, неважно. Что может быть сезон дождей. Сейчас я вам расскажу. Такие вот лужи. И лимоны, лимоны. Какая красота. Такие крупные там висят вообще. Грампа 300. Никто их не срывает. Так, куда же свернуть, чтобы поменьше ветра было. Итак, друзья, старые дома. Вы арендуете квартиру. Либо, может, покупаете. По доступным ценам арендуете. По доступной цене покупаете. Да, но в чем, может быть, как может проявиться последствия дождя, отворачиваясь от ветра. Я снимаю ветер не часто, поэтому не хочется на камеру лепить какие-то там приспособления, чтобы ветер заслонить. Вот здесь тоже видно, смотрите, заснеженная вершина. Причем это близко. Это близко к нам. Сегодня немножко был даже снег в Алании. Я об этом уже в видео о погоде рассказал. Итак, друзья, нормальный дом, без всяких щелей, без ничего. Как бы вы снимаете квартиру в нем. Все нормально, вы живете, радуетесь. Чуть ли не год уже, да. Летом все хорошо. И подходит сезон дождей. И вдруг вы обнаруживаете, что течет, течет вода. Причем у вас не последний этаж. Вы можете жить на третьем или на четвертом, допустим, в пятиэтажном или шестиэтажном доме, да. И каким-то образом попадает вода, допустим, у вас возле квартиры, где-то по лестнице. Либо прямо у вас в квартире. После дождей Начинает что-то течь. Кому везет, у тех течет не сильно. А может быть и такое. Я сегодня смотрел канал Юля с Украины, которая живет в Анталии. Вот как раз она эту тему поднимала. Решил тоже вам рассказать. Но Юля там рассказывал вообще. Как текло прям чуть ли не между окном. Где-то у человека тепло. Порой ветра буду чуть пережидать. И человек там несколько ведер за два дня. В общем, вода текла, текла. Остановить ее невозможно. Естественно, подставить тоже ничего невозможно. И человек просто там тряпочкой черпал воду. Несколько ведер воды вынес за два дня. Вот такое вот Юля рассказывала. Ну и я тоже по своей ситуации могу рассказать. Уже не первый год живу в доме. И периодически после дождей я замечал, что на лестнице вот идешь. На лестнице, на этаже. Я хотел смонтировать, там показать вам смысл. Я лучше расскажу. Потому что, чтобы не морочиться с монтажом. Не ожидал, что такой ветер. Сейчас в улочку поспокойнее мы с вами зайдем. Это район оба. Карафору. Здесь рынок проходит по понедельникам. Знаете, так немного прохладно. Даже руки мерзнут. Я думал, что теплее. Блин, а срочно на солнышко пока оно еще есть. Время уже почти пять. Тише ветра не так нет. Такого сильного. Украина, привет, Киев, привет. Слева машинка Киевская. И прямо машинка Киевская область. Валерика, привет. Справа Казахстан. Это вот география живущих здесь. Тут еще Сербия стоит дальше. Слева машинка. Валерика, ван Херсон. Она даже течет. То есть нет никаких щелей. Нет ничего. Но стоит реально вода. Вот это вот самая главная беда. Домов, которым больше 20 лет. Сончик, привет. И вот в квартире я с этим не сталкивался. Я только наблюдал, как на этажах вода после дождей. Там и все такое. То есть вот реально выходишь, просто смотришь. Нормальная стена. Все, нигде. Ничего нет, никаких трещин, никаких дырочек. И вода, тем не менее. То есть вот даже вот иногда вот не понимаешь, откуда она просто выходит. Ну вот как-то она выходит. А в этом году столкнулся с такой проблемой даже у себя в квартире. Я живу и не на последнем этаже. Но вот как-то она проходит. И это мое счастье, что она бежала не у меня в спальне, допустим, а там, где душ, то есть туалет, душ. Там у меня был потоп маленький в этом году. После дождей. Как себя обезопасить? Как не попасть на эти дожди? Ну, я вот долго думал, что сказать на эту тему. И, ну, наверное, единственное, что можно сказать, это не снимайте квартиры, которые подозрительно дешевые. То есть вот вы смотрите, квартира даже вам кажется, что вполне нормальная, да? Но вот этим домам, эти дома еще, я думаю, такие не сильно старые. В этом вот точно комплексе проблем не будет. Здесь эти домики, я знаю, что они классные. Вот постарше дома вот такого типа, как вот здесь посносили. Блин, все равно ветер. Заодно гуляем по району оба. Сейчас мимо Азии пройдемся. Когда ветер, я немножко замолкаю, чтобы огреждать немножко. В общем, если вам кажется, что цена очень-очень классная для квартиры, которая вам, в принципе, понравилась, то, друзья, вполне может быть здесь какой-то подвох. Но и, в частности, он может заключаться в том, что вы зимой столкнетесь с этой проблемой, что что-то потечет. Если она будет течь на этаже, это не так страшно. Если будет течь у вас в квартире, конечно, может быть все что угодно. И понятно, что невозможно взять и переехать за один день куда-то. И тем более, это даже за два, за три дня, а даже за неделю. Тем более, если вы оформляете вид на жительство. Тем более, если вы уже прописаны в этой квартире. То есть переезд, это все не так просто. Надо найти, надо все поменять. Потом менять документы, заключать новый договор с нотариусом и так далее. Плюс у вас уже может быть контракт на год с хозяином. Многие берут даже вот эти вот долговые расписки, которые отдают каждый месяц, когда вы платите за квартиру. Ну, в общем, много подводных камней. Съехать не так просто и практически нереально даже, я бы сказал. Поэтому вам придется... К отелью Азии мы подходим. Поэтому вам придется... Смотрите, он заснеженные горы. Вам придется как-то с этим мириться и как-то с этим жить уже, раз попали. Попали вы в такую ситуацию. Ну, понятное дело, что добросовестно, если хозяин, вы ему скажете, конечно же, он должен там вызвать специалистов, проверить, да. Откуда течет, посмотреть, что на крыше происходит. То есть, ну, люди все порядочные, они это делают. Это отреагировали и на мое обращение. Посмотрели, все что-то сделали. Но вот сейчас пока у меня потопов нет. Но еще раз хочу подчеркнуть, что у меня... Ну, если можно... Если уместно тут сказать слово повезло, то вот мне повезло. Потому что у меня все было, как я уже сказал, в ванной и в туалете. То есть там, где оно не так страшно, где есть гидроизоляция, оно спокойно все течет. Ну, не так, что течет прям. Чаще это были просто капельки. Но иногда были довольно-таки серьезные течения. И напоминаю, что надо мной еще один этаж даже. Вот это самое интересное. То есть непонятно, какими путями там вода идет между этими этажами, между этими коридорами, перекрытиями, стенами. Я думаю, что свою роль по-любому играет в землетрясение. Потому что маленький отелязи. Привет, кто любит. Вот старые домики, допустим. Вот тут, я думаю, могут быть такие проблемы однозначно. Если кто не знал, в Турции каждые 3 часа, 3-4 часа каждые в Турции происходит землетрясение. Да, Турция огромная. Это не обязательно по провинции Анталия. Потому что она в плане землетрясения, наоборот, самая безопасная. Здесь они бывают редко. Хотя, все равно. Я вам не могу передать, какой силы ветер. Я такого не ожидал, если честно. Я так глянул. Думаю, солнышко светит. Как-то, страх, погуда. Возле моря будет, наверное, полный трэш сейчас. Вот, на всякий случай давайте здесь доболтаю. Это в горочке отеля Ати. Потому что там, наверное, на набережной вообще вы меня не услышите, скорее всего, из-за ветра. В общем, вот такая, друзья, ситуация может быть. Поэтому тут сложно что-то советовать. Дело в том, что когда цена сильно дешевая, вполне возможно, что человек, который вам сдает эту квартиру, либо риэлтор, они знают об этих проблемах, которые всплывут в дожди зимой. По-любому, скорее всего, они знают. Поэтому как-то старайтесь снимать не самое дешевое жилье, не в самых старых домах. Ну и по возможности не снимайте, конечно, у каких-то стрёмных хозяев или стрёмных риэлторов. Есть порядочные люди, которые, в принципе, все минусы практически вам расскажут. И, ё-моё, там даже не перейдем куча воды. Вот это вот, собственно, то, что я вам хотел рассказать по поводу дождей. То есть можно прожить чуть ли не целый год в квартире, да, которая потом внезапно зимой окажется... 799, поехали. Зимой окажется проблемной именно из-за дождей. Так что, кто собирается покупать квартиру в старом доме. И дело в том, что не так просто бывает это всё исправить, естественно, потому что, как я уже сказал, оно течёт непонятными вообще траекториями. Непонятно, как оно, эта вода проходит с крыши, даже через один этаж. Даже может быть такое, что на верхнем этаже, на пятом, допустим, у людей ничего не протекает, а у вас на четвёртом или на третьем будет протекать. Может быть и такое. Поэтому иногда такие, ну, такие протекания, устранить их не так просто, а может быть даже и нереально. Может, Германия поехала. Может быть даже нереально. Поэтому, друзья, всё-таки не смотрите, не гонитесь за самыми дешёвыми квартирами. Не важно, покупка это или аренда. И желательно, чтобы дому было не больше 20 лет. По-любому, я думаю, землетрясения эти, даже минимальные, которые совершенно безопасные, которые не могут разрушить здание. Но, блин, извините, если вы лежите на кровати, и она немножко как бы ёрзает, да, ходит ходуном, по-любому это же бесследно не проходит для дома. То есть понятно, что он правильно построен, что ему землетрясение не страшное. Но всё равно представьте себе шатающуюся, да, конструкцию дома. Всё равно же какие-то образуются микрощели, микротрещины и так далее. И вот дожди это всё может потом проявиться. Пляж отеля Кайло перед вами и пирс отеля Азии, и пляж Азии. Надеюсь, меня было слышно. Вот так вот рассказала на довольно важную тему, с которой многие сейчас столкнулись. И с этой зимой особенно, потому что были ливни. Ну, хотя в 19-м году, когда я приехал, были дожди гораздо чаще и сильнее. Но, тем не менее, вот у многих, я слышал, так тоже люди рассказывают, проявляется. Почему-то именно в этом году. Может, это как раз и связано с тем, что было два небольших землетрясения именно в январе. В небольшой промежуток времени между собой были именно два землетрясения в Алане, которые люди ощутили. Может быть, как-то оно связано с тем, что с этой темой моего рассказа, с дождями и с протеканиями. Так что будьте внимательны и не гонитесь за самым дешёвым. Одно дело, если вы снимаете летом, летом проблем, в принципе, никаких быть не может, да? Дождей нету. А вот именно это всё проявится у тех, кто именно снимает на год, на долгосрочно. Вот такая вот информация. Ищите просто порядочных риэлторов. И я думаю, они... Ну, хотя, опять же, от риэлтора не всегда зависит, потому что хозяин может правду не рассказать риэлтору. Риэлтор, по сути, это посредник, да? Он своими глазами всё посмотрит, оценит, но он может... Естественно, он не заметит, если он летом или там весной, когда уже дожди прошли, если риэлтор сдаёт эту квартиру, он просто не будет знать об этом, что... Проблемы с дождями, с протеканиями. Причём я ещё раз что подчёркиваю, что, друзья, не надо искать каких-то щелей в потолке. Их просто нет. То есть вода бежит как бы из ниоткуда. Вы не увидите никаких щелей, ничего. И в этом вот именно вся сложность. Блин, дошёл и солнце закрылось какой-то тучей. Всё, спасибо за лайки, привет из Алани. Надеюсь, вы меня слышали. Извиняюсь за ветер.